Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Напомню то, что эта неделя обещает быть гораздо интереснее прошлых, ну, если, конечно же, не будем брать в расчет Европейский Центральный Банк, потому что на этой неделе у нас ФРС, где мы с большой долей вероятностью, ну, конечно же, субъективным характером, можем услышать о изменении денежно-кредитной политики и, соответственно, о повышении процентных ставок. Это так, забегая вперед, конечно же, только прогноз. Очень много по-прежнему участников рынка, которые склоняются в пользу того, что это решение, если и последует, то это будет уже по итогам декабрьского заседания, но и также есть и те, кто считает, что до конца 2015 года мы так и не услышим об этом прорывном решении. Но мы несколько выделяемся, соответственно, исходя из нашей позиции от большинства трейдеров, все-таки склоняемся к тому, что сигналов за последнее время американская экономика рынку дала достаточно, ну и прежде всего голосующим членам, которые будут выказывать свое субъективное мнение через решение о повышении процентной ставки в ходе голосования, которое пройдет уже на этой неделе. Плюс ко всему мы следим еще и за Банком Японии, который также обещает отличиться, возможно, даже уже не вербальными заявлениями, которые были свойственны для Европейского Центрального Банка в ходе прошлой недели, а может быть даже фактическим решением о расширении программы количественного смягчения. В целом фон, который я, в принципе, уже обозначил как по США, так и по Банку Японии, весьма интересен для того, чтобы, скажем, провести неплохой трейд по паре USD и Йена, но об этом, собственно, мы поговорим давайте дальше и не будем нарушать наш привычный сценарий. Все-таки уже устоялся порядок, поэтому давайте его придерживаться. Забегая вперед, хочу анонсировать снова, пользуясь также возможностью, свой традиционный еженедельный вебинар, который пройдет сегодня в 15.30 по московскому времени, правильный понедельник, где мы снова обратимся к ключевым фундаментальным событиям прошлой недели, посмотрим на те макроэкономические релизы, инфоповоды, на которые стоит обратить внимание в ходе этой пятидневки, но и заключительным слайдом я, как и всегда, по основным дуэтам, тандемам валютных активов обозначу цели, которых можно будет придерживаться в рамках этих торговых пяти дней. Что касается основных событий, то у нас, разумеется, как и всегда, есть возможность, по сути, готовиться к ним каждый брифинг, поскольку я стараюсь добиваться того, чтобы ни одно значимое, интересное, фундаментальное событие, разумеется, от вас не усказало, тем более, что мы прекрасно понимаем, что если действительно повод интересен, он сказывается на динамике актива не только даже в моменте публикации этого события и макроэкономического релиза. Ну и, как правило, есть еще такое понятие, как резонирующий эффект, и мы видим, как то или иное событие, в принципе, дисконтируется в стоимости актива еще на протяжении длительного периода времени. Это так, скажем, обрисовать фонд, который характерен сейчас для европейского мегарегулятора, потому что на прошлой неделе мы получили серьезный сигнал ожидать от европейского мегарегулятора, от ЕЦБ, соответственно, новых мер экономического стимулирования, которым, в принципе, уже стоит готовиться. Об этом также поговорим чуть позже. Начнем мы сегодня с наших традиционных вступительных активов. Это динамика черного золота и, соответственно, параллельно с этим следим за поведением рубля. Но и не забывайте о том, что в ходе сегодняшнего брифинга, как и всегда, будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках AmMarkets. Чтобы воспользоваться бонусом, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и поменять это слово, соответственно, на бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 6%, ну и, пожалуй, немного нарушим наш привычный сценарий. В этот раз анонсирую кодовое слово прямо сейчас. Это кульминация. Я думаю, что весьма символично, учитывая, как мы, собственно, предвкушаем события ФРС и, может быть, с присутствующими, конечно же, участниками финансовых рынков вкупе вместе с ними готовимся к тому, что это заседание ФРС будет очень интересным. Нам по-прежнему хочется добраться до очень высокой цели по паре USD и иена, но, судя по динамике и судя по динамике последних дней, в принципе, наш расчет уверен, потому что мы видим, что доллар полномерно сохраняет свой повышательный тренд и продолжает карабкаться вверх против своих основных конкурентов. Ну а теперь давайте переходить к Brent. Актуальная котировка на текущий момент 48.12. В целом, нефтяной актив и Brent, и WTI, видим, находятся под серьезным опрессом и этот опрессинг фундаментального характера, который дисконтируется в стоимости активов уже на протяжении многих месяцев. Мы стараемся внимательно следить за актуальным новостным телефоном. Я думаю, что нам, в принципе, это удается делать, поскольку мы не поддались на общее ограниченное заблуждение, когда Brent выстрел практически в районе 55 долларов за баррель, поскольку прекрасно понимали, что все объективные основания созданы на рынке для того, чтобы черное золото, как и раньше, можно было также полномерно распродавать. Наш расчет оказался верен. Мы видим то, что Brent сейчас тяготеет к более низким ценовым значениям. Дальнейший ориентир 47, наша логосрочная цель 45. Я думаю, что мы, в принципе, туда сможем добраться. Что касается интересного новостного фона. Стоит отметить пятничное решение Народного банка Китая снова приступить к мерам экономического стимулирования и в данном случае снизить процентные ставки как по кредитам, так и по депозитам. Ставки были снижены на 25 байсных пунктов. Плюс ко всему были упрощены условия, смягчены, лучше так сказать, по обязательным резервам для коммерческих банков. То есть Народный банк Китая, будучи главным финансовым учреждением страны, разумеется, заботится о стабильности финансовой системы. А поэтому старается использовать все имеющиеся инструментарии для того, чтобы создать условия на рынке для постепенного оздоровления экономики. Но пока констатируем факты. Несмотря на действия Народного банка Китая, мы видим то, что ВВП продолжает снижаться. Это практически продолжается из квартала в квартал. Мы видим то, что на текущий момент практически все ключевые сектора китайской экономики переживают с худшие времена за последние много лет. И, к сожалению, даже несмотря на такие проактивные действия со стороны китайского мегарегулятора, пока мы не можем констатировать очевидный прогресс, который совершенно не очевиден. Несмотря на действия Народного банка Китая, мы прекрасно понимаем то, что если эти меры и возымеют какие-то положительные результаты, в экономике это произойдет нескоро. А поэтому до конца 2015 года у нас есть по-прежнему достаточно оснований вместе с прочими участниками рынка смотреть, как ВВП Китая будет снижаться. И, разумеется, использовать этот фонд как возможность для распродаж сырьевых активов, но и, прежде всего, позиции Brent и WTI. Поэтому, несмотря на стимулирующие меры, которые долгосрочно могут привести к оздоровлению Китая и, соответственно, ставить причины повышенного спроса на сырье, мы пока просто имеем в виду этот новостной фон и все-таки больше реагируем и используем как косрочные и среднесрочные возможности, которые, на самом деле, даже ничуть не отличаются от того долгосрочного, скажем, посыла, который мы закладываем в динамику черного золота. В общем, с какой цели, наверное, с какой стороны в плане формата трейдинга, кратко, среднедолгосрочного, мы бы сейчас не посмотрели на перспективу этого актива, и я считаю то, что Brent можно смело и дальше продавать. На прошлой неделе, в пятницу, вышли данные по количеству буровых в США. Если буквально на протяжении последних месяцев, каждую неделю мы констатировали факты о серьезном сокращении буровых в рамках недели, в этот раз исключение, количество буровых снизилось, но буквально на одну единицу. То есть, незначительная коррекция. И в целом, полагаю, что этот новостной фон вряд ли можно использовать как фактор поддержки для нефти, потому что сейчас, опять же, объективные реальности рисуют очень мрачные цели для позиции черного золота. Плюс ко всему, не забывайте о том, что мы продолжаем следить за запасами нефти в США, в частности, на прошлой неделе, как версии API, так и официальная уже статистика от Минэнерго США. Были данные, указывающие на рост, серьезный рост запасов. И в целом, Brent неплохо использовал этот новостной фонд для коррекции собственной стоимости. Я думаю, что оснований сейчас отказываться от идеи роста запасов не стоит. Соответственно, публикация повторной статистики по увеличению количества нефти в США будет создавать уже и дополнительный локальный фактор распродаж позиций черного золота. И забегая вперед в качестве, скажем, недельной цели, можно отметить, что Brent, вполне возможно, скорректируется даже до уровня 47, который является нашим ближайшим ценовым ориентиром. Что касается российской валюты, актуальные котировки 62,45. В целом, видим то, что рубль по-прежнему находится под давлением. Напомню, что на этой неделе у нас еще и заседание Центрального банка России, где с большой долей вероятности ЦБ может пойти на еще одно снижение процентной ставки. То есть ставка рефинансирования уже к концу этой недели может составить не 11%, а 10%. Наверное, для долгосрочных целей это будет правильный шаг, потому что сейчас, учитывая то, что для российских компаний, по сути, внутренний рынок остается единственным источником ликвидности, нужно создавать условия, при которых деньги будут не такие уж и дорогими. Разумеется, это не 17%, которые мы наблюдали в начале, по сути, 2015 года. Сейчас был создан тренд для смягчения экономических условий. Но несколько месяцев назад, напомню, ЦБ отказался от, скажем, вектора полномерного снижения процентных ставок, потому что рубль, как вы прекрасно могли заметить, снова пошел в космос в плане девальвации и добрался до уровня 70. Сейчас мы видим актуальные котировки чуть выше 62. Я думаю, что ЦБ может, разумеется, пойти сделать еще один шаг в плане создания более привлекательных условий для заимствований на внутреннем рынке. Для национальной валюты это непременно локальный фактор, даже не то чтобы локальный, а средне-долгосрочный фактор разгрузки, потому что снижение процентной ставки, традиционно исходя даже из общей специфики и базисов экономической теории, создает достаточное основание для ослабления курса валюты, поскольку повышаются риски инфляции. Такие риски в рамках российской экономики присутствуют, я о них уже говорил, и на текущий момент пока, ну, ничто не позволяет нам, собственно, нивелировать их и отказаться от идеи того, что они есть. Поэтому по рублю мы, как ни крути, все-таки продолжаем отталкиваться от позиций бренда, смотрим за актуальным новостным фоном уже российского происхождения, и вместе со многими участниками рынка по-прежнему не верим в возможность серьезного укрепления рубля, да и вообще, наверное, в какое-то укрепление. Все-таки ближайшая цель – это возвращение выше сопротивления 65 рублей против доллара, но при возобновлении затяжной коррекции бренда, я думаю, что мы сможем увидеть и прежние пиковые значения, которые обозначены в районе 70 рублей против доллара. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки 1.10 с небольшим. Мы видим то, что наша долгосрочная цель, благодаря стараниям Европейского Центрального Банка, и отдельное спасибо Марио Драге, была реализована. Очень долго мы метили, целились в район 1.10, как очень мощной поддержки, и, наконец-таки, мы до нее добрались. Поэтому все те трейдеры, которые вместе с нами анализировали актуальный новостной фонд, прекрасно понимали все предпосылки, все основания для разгрузки главного валютного риска и не отказывались от идеи продаж. Европейская валюта сейчас вознаграждены, потому что мы поймали очень неплохой профит, поскольку продавали европейскую валюту с очень высоких уровней. Как действуем на текущий момент? Я думаю, что если, скажем, кто-то краткосрочно заходил в трейдинг по евро-доллару с уровня 1.13, 1.14, ну, наверное, здесь стоит также сказать рынку спасибо и взять то, что рынок уже дал. Последить за динамикой европейской валюты, особенно в преддверии ФРС, скажем, вне рынка. Что касается долгосрочных трейдеров, то наши цели 1.10 достигнуты, но я уже отмечал тогда заранее, то есть когда пара евро-доллару торговалась еще выше, что 1.10 является всего лишь нашим перевалочным пунктом, где мы доберемся до нашего такого психологического уровня тейк-проекта, потом продолжим следить за динамикой финансовых рынков. Может быть, допускаю, конечно же, абсолютно логично. Я думаю, что с этим спорить не нужно. Сейчас пойдет проторговка, мы с большой долей вероятности можем увидеть даже выпад в район 1.11, 1.12, но все равно понятно то, что главный валютный риск уже, соответственно, корректируется против всех своих основных конкурентов, и происходит это только на фоне даже вербальных заявлений со стороны ЕЦБ. И видно, что сама европейская валюта уже готовится к неизбежности дополнительных мер экономического стимулирования, которые будут обозначены уже в декабре. Это, собственно, позиция самого европейского мегарегулятора и реакция на те комментарии, которые были озвучены со стороны Марио Драги, председателя Европейского центрального банка. Что касается прошлой конференции, то есть Марио Драги дал четкий сигнал того, что ЕЦБ рассматривает возможность дополнительных мер экономического стимулирования. То есть в рамках декабря снова будут проанализированы действующие объемы мер экономического стимулирования и подняты вопрос о необходимости поддержки дополнительного порядка для экономики. И эта поддержка, как я уже отмечал, она необходима Еврозоне, потому что ключевая проблема, с которой сейчас сталкивается валютный блок, это крайне низкий уровень инфляции. То есть, по сути, даже дефляция, потому что годовой показатель ушел на отрицательную территорию. И в ходе прошлого брифинга я проводил параллель с японским регулятором, который, по сути, борется с точно такой же проблемой. И отметил, что если ЕЦБ, если Еврозона не хочет испытывать такие же трудности в перспективу долгосрочного характера и не хочет создавать дополнительную нагрузку на темпы экономического расширения, нужно использовать то, что имеется в арсенале. И это, конечно же, расширение программы количественного смягчения. Особенно эти меры актуальны после того, как Драги отметил понижательные риски для национальной экономики как со стороны снижения темпов роста Китая, так и со стороны такого же падения прочих развивающихся рынков. Это понятно. Риски глобального характера. Но самый серьезный риск – это крайне низкая инфляция. Ее нужно поднимать, потому что в конечном счете уход, скажем, показателя в еще большую красную зону будет создавать серьезную нагрузку и давление на такой ключевой показатель для темпов экономического роста как потребительской активности. Поэтому дополнительные меры экономического стимулирования крайне и жизненно необходимы. Мы к ним готовимся и продолжаем продавать главный валютный риск в долгосрочном плане. Наша следующая цель после того, как мы добрались до уровня 1.10 – 1.05. И снова я, скажем, обрисовываю вам перспективы того, что, может быть, даже и паритетное значение уже не за горами, особенно после того, как буквально за несколько дней пара евро-доллар потеряла несколько фигур, больше 200 пунктов. То есть мы понимаем то, что давление на евро присутствует, и, скажем, ее реализация в дальнейшем будет создавать хорошие возможности для дополнительных продаж. Это долгосрочная цель, мы от нее не отказываемся, снова акцентируем на ней внимание. И еще раз повторяю, что те, кто не отказался от этой идеи раньше, уже сейчас находятся в очень неплохом профите. Также хочу воспользоваться возможностью и поздравить вас с этим. Идем дальше. Доллар – японская иена. Здесь у нас актуальная статистика по американскому рынку. В частности, особое внимание стоит уделить прошлым заявкам на пособие по безработице и состоянию рынка недвижимости. В пятницу мы касались уже этой темы. Видим то, что доллар продолжает расти и, соответственно, продолжает использовать этот фундаментальный импульс для укрепления собственных позиций. Я думаю, что сейчас картина среднесрочная не изменится, потому что по-прежнему достаточно оснований для роста американца. Тем более, что впереди у нас голосование по процентной ставке и фактическое решение, которое будет анонсировано буквально через несколько дней. Напомню, что помимо очень сильных макроэкономических данных по рынку недвижимости и рынку труда, у нас есть уже много своих представителей в рамках ФРС, которые разделяют точно такую же позицию, как и мы, касательно готовности американской экономики к ужесточению монетарной политики. И, разумеется, в ходе голосования их голоса будут отданы в пользу этого решения, то есть в пользу повышения процентной ставки. Значит, вместе с ними готовимся к возможности этого судьбоносного решения, хотя где-то внутри я полагаю то, что больше, наверное, шансов услышать о нормализации денежно-кредитной политики позже в этом году, в 2015. Ну, это... то есть в декабре 2015 года. Ну, в принципе, это не позволяет нам отказываться от краткосрочных спекуляций, тем более, что это событие в плане голосования по ставке в рамках этого месяца уже состоится буквально через несколько дней. Значит, продолжаем верить в силу доллара и метить на более высокие цели, которые сейчас уже значатся в районе сопротивления 121.50, но долгосрочная цель, как я отмечал ранее, это значение 125. Плюс ко всему, если мы сейчас посмотрим на динамику доходности американских трежерий, сможем увидеть, как ставки доходности растут, соответственно, создают достаточно еще дополнительные основания для укрепления доллара. И здесь хочу провести параллель с доходностью немецких облигаций. То есть спред между американскими бумагами и немецкими бундесами, он по-прежнему значителен и создает больше привлекательности для инвестирования средств именно в активы, номинированные в долларах. То есть это еще одна идея для того, чтобы делать ставку на рост американца и, соответственно, на снижение главного валютного диска. Фунт доллар, текущая котировка 1.5335, в целом британская валюта тоже корректируется, но здесь, наверное, высока вероятность связи корреляционной с евро. Ну и я очень надеюсь, что в качестве причины разгрузки британской валюты выступают еще наши прежние основополагающие ожидания касательно того, что Банк Англии в ближайшее время точно не падет на повышение процентной ставки. Под ближайшим временем я подразумеваю даже не 2016 год. Скорее всего, если это и случится, то только не раньше первого квартала или даже второго квартала 2017 года, потому что на текущий момент в Англии зафиксированы риски дефляции. Мы видим, как дорогая валюта создает повышенные риски и угрозы для конкурентоспособности национальных британских производителей. В целом, это серьезные основания для того, чтобы сейчас не менять денежно-кредитную политику и уж тем более не создавать дополнительные условия для укрепления фунта. Это чисто фундаментальный долгосрочный такой подход, что в целом позволяет надеяться на то, что фунт может в ближайшее время снова вернуться в район поддержки 1.50. Мы зашли в сделку с уровня 1.54, где рекомендовал поставить отложки селл-стоп. Сейчас, учитывая корректировки, то есть учитывая курса фунта против доллара 1.5335, мы видим то, что в целом мы уже в профите, но по-прежнему можно надеяться на более глубокое коррекционное движение. И для того, чтобы, скажем, эта идея была полностью безубычной, рекомендую поставить опять же уровень стоп-лосс уже на безубытки в районе 1.54, ну и ждать еще больше, более глубокой просадки фунта. Еще хотел пару слов сказать про перспективы канадца. На прошлой неделе, а точнее даже в пятницу мы следили за данными по инфляции и я отметил то, что если индекс потребительских цен уйдет в отрицательную зону, у нас будут созданы все условия, чтобы полагать и надеяться на то, что Банк Канады пойдет на еще одно снижение процентной ставки. По факту мы увидели то, что годовой показатель 1% против прогноза 1.1, а вот месячный шагнул в отрицательную зону минус 0,2%. Поэтому, учитывая те риски, которые сейчас характерны для канадского рынка, в частности, рынок недвижимости, также уже не выступает катализатором для экономики в целом, потому что темпы сбавляются. Рынок труда вставляет желать лучшего, инвестиции падают, да и плюс ко всему у нас нависает еще угроза, связанная со снижением цен на энергоносители, что в целом должно стать причиной ослабления канадца, потому что нужно, конечно же, нивелировать падение цен на черное золото и создавать достаточные условия для пополняемости национального федерального бюджета. Поэтому USDCAD, учитывая котировки актуальные 1.32, мы видим то, что, точнее, это high прошлой недели, мы видим то, что USDCAD, в принципе, по-прежнему придерживается более высокой цели, и сейчас у нас есть еще и фундаментальная поддержка, указывающая на то, что канадца можно также полномерно продавать и делать ставку на рост американца. Долгосрочная цель 1.35. Собственно, на этом все. Еще раз напоминаю, что величина бонуса сегодня 6%, кодовое слово «кульминация». Говоря про основные макроэкономические события, это сегодня ИФА Германии, оценка индекса бизнес-ожиданий, ведущей экономики валютного блока, но это не такая крутая статистика, как ЗЮ. В целом, мы знаем, что на фоне тех рисков, которые сейчас сложены для немецкой экономики, для промышленного сектора Евросоны, на фоне скандала Volkswagen и, разумеется, рисков снижения темпов экономического роста развивающихся рынков, есть все основания увидеть сегодня очень слабую статистику и, соответственно, получить еще один негативный фактор для разгрузки главного валютного риска. Ну и еще в 17.00 по московскому времени статистика по рынку недвижимости США, но здесь один сплошной позитив. Я думаю, что сегодня мы увидим еще один хороший макроэкономический отчет по этому сектору, а, соответственно, у доллара появится в преддверии заседания ФРС еще один фундаментальный импульс для укрепления собственных позиций. На этом все. Если есть вопросы, оставляйте их на нашем специальном канале на YouTube. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok